Добрый день! Приветствую любителей поэзии в эфире. К вашим услугам снова проект «Стихия» и я, Артур Кенчишав. Поэтический календарь и знаковые даты этой недели. 26 октября 1880 года родился Андрей Белый. Настоящее имя Борис Николаевич Бугаев. Русский писатель, поэт, критик, мемуарист, стиховед, один из ведущих деятелей русского символизма и модернизма в целом. Родился в семье Николая Васильевича Бугаева, декана физико-математического факультета Московского университета, и его жены Александры Дмитриевны, урожденной Егоровой. До 26 лет жил в самом центре Москвы на Арбате, в квартире, где он провел детские и юношеские годы. Бугаев-старший обладал широкими знакомствами среди представителей старой московской профессуры. В доме бывал сам Лев Толстой. Семья не была дружна, ее постоянно сотрясали ссоры и скандалы, свидетелем которых был маленький Боря. Семейные неурядицы произвели на ребенка сильнейшее впечатление, которое было отражено и в его творчестве, в особенности в его главном романе «Петербург». В период с 1891 по 1899 год Борис Бугаев обучался в Московской гимназии Поливаново, где в последних классах увлекся буддизмом, оккультизмом, одновременно изучая литературу. Особое влияние на Бориса оказывали тогда Достоевский и Псен Ницше. Здесь у него пробудился интерес к поэзии, в особенности к французским и русским символистам Бальмонт, Брюсов, Мережковский. В 1900 году Андрей Белый написал свое первое сочинение «Северная симфония», создав тем самым новый литературный жанр – литературную симфонию. В декабре 1901 года Белый знакомится со старшими символистами – Брюсовым, Мережковским и Зинаидой Гиппиус, которые публиковались в издательствах «Гриф» и «Скорпион». В 1902 году выходит «Свет симфония», вторая драматическая и потом «Северная симфония», «Возврат» и «Кубок метелей». Тогда же Михаил Соловьев предложил молодому писателю взять псевдоним Андрей Белый. Осенью 1903 года вокруг Андрея Белого организовался литературный крыжок, получивший название «Аргонавты». В 1904 году аргонавты собирались на квартире у Острова. На доме заседаний кружка было предложено издать литературно-философский сборник под названием «Свободная совесть», и в 1906 году вышли две книги этого сборника. В 1903 году Белый вступил в переписку с Александром Блоком, а через год состоялось их личное знакомство. В 1904 издан первый поэтический сборник «Золото в лазури», в который вошло знаменитое стихотворение «Солнце». После мучительного разрыва с Блоком и его женой Любовью Менделеевой, неудачный роман с которой, по его мнению, предопределил всю его дальнейшую жизнь, Белый полгода жил за рубежом. В начале 1905 года Андрей Белый приехал к Мережковскому и Гиппиус в Петербург. Там он стал свидетелем Первой русской революции, которую воспринял восторженно, но в событиях не участвовал. Конец осени и начало зимы 1906 года писатель жил в Мюнхене, потом перебрался в Париж, где оставался до 1907 года. А в 1907 году Андрей Белый вернулся в Москву, где работал в журнале «Весы» и сотрудничал с изданием «Золотое руно». В 1912 году в Берлине он познакомился с Рудольфом Штейнером. Стал его учеником и без оглядки отдался своему ученичеству и антропософии. Фактически, отойдя от прежнего круга писателей, работал над прозаическими произведениями. Когда разразилась война 1914 года, Штейнер со своими учениками, в том числе и с Андреем Белым, находились в швейцарском Дорнахе. В 1916 году Бугаев был вызван в Россию для проверки своего отношения к воинской повинности и кружным путем через Францию, Англию, Норвегию и Швецию прибыл в Россию. Жена за ним не последовала. Летом того же года литератора призвали на военную службу, но в сентябре дали отсрочку. Андрей Белый жил то в Подмосковье, то в Царском селе под Петроградом. Феврадскую революцию воспринял восторженно. Ей он посвятил поэму «Христос воскрес» и сборник стихов «Звезда». После Октябрьской революции он вел занятия по теории поэзии и прозы в московском пролеткульте среди молодых пролетарских писателей. С конца 1919 года Белый задумывался о возвращении к жене в Дарнах. За границу его выпустили только в начале сентября 1921 года. Из объяснения с Асей стало ясно, что продолжение совместной семейной жизни невозможно. В марте 1925 года Андрей Белый снял две комнаты в Кучино в Подмосковье. Писатель умер на руках у своей жены Клавдии Николаевны 8 января 1934 года. В газете «Известия» был опубликован некролог Белого за авторством Пастернака и Пильника, в котором Белый, не являвшийся центральной или значительной фигурой в складывавшейся советской литературе, трижды был назван гением. Власти распорядились изъять его мозг и передать на хранение в институт мозга человека. Такой вот неоднозначный, гениальный человек, стихи которого я хочу сегодня прочитать в нашей студии. Первое стихотворение называется «Лес». Поет облетающий лес нам голосом старого барда. У склона воздушных небес протянута шкура гепарда. Не веришь, что ясен так день, что прежнее счастье возможно. С востока приблизилась тень тревожно. «Венок возложил я, любя, изрос, и он вспыхнул огнями, и вот я смотрю на тебя, смотрю зачарованный с нами, и мнится я этой мечтой всю бездну восторга измерю. Ты скажешь, восторг тот святой, не верю». Поет облетающий лес нам голосом старого барда. На склоне воздушных небес сожженная шкура гепарда. Ну и еще одна знаковая дата нашего сегодняшнего выпуска. Один из моих самых любимых поэтов, которым, я думаю, восхищаются очень многие. Легендарный, легендарный поэт. 1 ноября 1917 года родился Кайсын Шуваевич Кулиев. Советский полкарский поэт и прозаик, журналист, военный корреспондент. Народный поэт Кабардино-Балкарской АССР, лауреат Ленинской премии, государственной премии СССР и государственной премии РСФСР имени Горького. Член ВКПБ с 1944 года, депутат Верховного Совета СССР 5, 9, 10 и 11 созывов. Кайсын Кулиев родился и вырос в высокогорном старинном балкарском ауле Верхничегем, Кабардино-Балкарии. Отец Шува Хаджибевич Кулиев, скотовод и охотник, умер от тифа, когда Кайсын еще был ребенком. Мать Узеирхан Кулиева, домохозяйка. В семье было девять детей, четыре сына и две дочери, от первого брака отца и двое сыновей и дочь от второго. В 1926 году Кайсын поступил в школу в Нижнем Чегеме. После окончания школы учился в педагогическом техникуме в Нальчике, заполняя толстые тетради своими стихами. Первые стихотворные опыты Кулиева относятся к годам ученичества, первой публикации к 1933 году. С 1935 года по 1939 год Кайсын Кулиев учился в ГИТИСе имени Луначарского и Литературном институте имени Горького в Москве. Отдавая должное ГИТИСу, которому он обязан прекрасным образованием, истинным своим призванием, Кайсын Кулиев все же считает литературу. Окончив учебу в Москве, преподает литературу в Кабардино-Балкарском государственном педагогическом институте. В 1938 году Кайсын Кулиев был принят в Союз писателей СССР. В 1940 году в Нальчике выходит первая книга лирики на родном языке «Привет, утро». В июне 1940 года поэт уходит в армию. Великая Отечественная война застает его в Прибалтике. В середине 1942 года стихи Кайсына Кулиева публикуются в центральных печатных изданиях в русских переводах, звучат по всесоюзному радио. Осенью 1941 года в жестоких боях под Орлом Кайсын Кулиев был тяжело ранен и попал в госпиталь в Чебоксары. Лечился поэт здесь до ноября 1942 года. В 1943 году сборник стихов Кайсына Кулиева был выдвинут на соискание сталинской премии. Но в связи с депортацией болгарца в 1944 году эту премию ему не дали. С боями Кайсын Кулиев прошел фронтовыми дорогами, был ранен. Был десантником, военным корреспондентом газеты «Сын Отечества», где печатались его боевые корреспонденции и стихи, принесшие ему широкое признание. Принимал участие в боях за освобождение Москвы, Орла, Ростова, Украины, Крыма, Прибалтики. В марте 1944 года Кайсын Кулиев узнает о депортации болгарского народа в Среднюю Азию. В апреле 1944 года, выписавшись из госпиталя после ранения и побывав в родном Чигемском ущелье, он решает отправиться в место ссылки болгарцев. Более 10 лет он прожил в Киргизии, участвуя в литературной жизни республики, но без права издавать собственные произведения. В 1956 году Кайсын Кулиев вернулся в Кабардино-Балкарию, окончил высшие литературные курсы в Москве. На русском и балкарском языках появляются сборники стихов «Горы», «Хлеб и роза», «Я пришел с гор» и другие. Последние годы жизни, вплоть до своей кончины, 4 июня 1985 года, Кайсын Кулиев провел в своем доме в городе Чигеме, где, по его завещанию, он и похоронен. В настоящее время это мемориальный дом-музей Кайсына Кулиева. Здесь хранятся вещи, книги, документы, фотографии поэта. На могиле установлен памятник работы скульптора Тхакумашева. Произведения Кулиева переведены на 140 языков мира. Книги Кайсына Кулиева издавались во многих странах Европы, Азии и Америки. Я подобрал несколько стихотворений Кайсына Кулиева, которые очень люблю. Хотел бы сегодня с вами ими поделиться. Жизнь. На вершины всходить и взойти. Жизнь — это значит не сбиться с пути. Трудно, но пусть не робеет душа. В снежную бурю, под ветра гуденья, Будем карабкаться, трудно дыша. Жизнь — восхождение. Жизнь — восхождение. Манит вершина светла и строга, Золотом солнца покрыла луга. Снежные вихри на каждом шагу Тщетно пытаются сеять смятенье. Все же мы дойдем, утопая в снегу. Жизнь — восхождение. Жизнь — восхождение. Жизнь — это значит дорога крута. Жизнь — это вечно в глазах высота. Видеть вершину всегда пред собой. Видеть сквозь бурю, сквозь тучи препятствий И по камням, по тропе ледяной, Все поднимется, все вверх подниматься. Не ради славы пишут кровью. Без платы конь летит вперед, Пока его не остановят или пока не упадет. Мгновенно слава все равно, Как ветер, что стучит в окно. Без платы соловей весною Поет всему земному рад. Течет река и поле поет, За это не прося наград. Жизнь — истина, а слава — вздор, От ветра каснущий костер. Без платы зацветают дали, Цветами каждую весну Белеют горы, хоть регалий Им не дают забелизну. Жизнь — истина, а слава — прах, Снег на день выпавший в горах. Тот не бесславен, не бездарен, Кто без корысти спину гнул, Кто камню теплоты прибавил, Жизнь в слово мертвое вдохнул. А слава — эхо среди скал, Звук повторился и пропал. Кто б ты ни был, Будь готов в дорогу. Мысли о бессмертии — это блажь. Я не о бессмертии ей Богу Думаю, берясь за карандаш. Как умение строгать тесину, Мысль стара и даже дураку, Ясно, все мы превратимся в глину, Чтоб не написали на веку. Я работал не бессмертия ради, Я писал, бывало день деньской, На траву лугов, на небо глядя, Удивляясь доброте людской. Все, что пел я, пел я по неволе, Погибал я у земли в плену, Видя золото пшеницы в поле И подсолнечную желтизну. Пел я, видя море в отдалении, И скалу, подернутую мглой, Потому что сам я на мгновение Становился морем и скалой. Вот такие вот даты и такие поэты Были в сегодняшней программе. На следующей неделе нас ждет Новая литературная встреча. Я надеюсь, вы ее будете ждать так же, как и я. Ну что ж, до скорых встреч и до свидания. В эфире телеканал ЛАРХИС-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова